Жители Люберец могут посетить Коломну, не выезжая за пределы городского округа. В музейно-выставочном комплексе открылась уникальная арт-выставка, которая в полной мере погружает в старинный русский город. Наш корреспондент Луиза Егезарян убедилась в этом лично. В зале картинной галереи главные достопримечательности Коломны – города с богатой историей и уникальным архитектурным наследием. Здесь собраны произведения, созданные на протяжении последних 14 лет. Авторы работ – российские и зарубежные художники, которые участвовали в Абакумовских пленэрах. Это 14 лет живописи, это 14 лет огромной истории, и это, конечно же, хроника нашего города. Здесь показаны разные периоды Коломны, как она развивалась и ее знаковые места. Коломна – это город уникальный, и мы хотели через историю небольшого города, но одного из самых прекрасных по Москве, показать историю всей России. Потому что с Коломной связаны многие исторические личности, которые Коломне имеют отношение. Они либо ее посещали, либо знаковые архитектурные сооружения в Коломне связаны с их именами. И, конечно же, мы показываем историю через историю города. Увидеть Коломну можно не только через живопись, но и с помощью современных технологий. Для виртуального путешествия по старинному городу достаточно надеть VR-очки. Что вы сейчас вокруг себя видите? Огромный, большой, красивый город. Такое ощущение, что я над ним летаю. Все верно, да. У нас свелась съемка из дрона, обзор 360. Вы можете покрутиться, тоже головой повертеть, так сказать, во все стороны. Вы видите наш светлый гостеприимный город. Я сейчас вижу перед собой пятницкие ворота. Да, это одна из наших главных достопримечательностей. Это единственные сохранившиеся въездные ворота Коломенского Кремля. Уникальная арт-выставка проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Проект посвящен большому юбилею. В 2027 году Коломне исполнится 850 лет. Люберца – первая площадка, которая приняла интерактивную экспозицию. После 1 декабря ее презентуют в других городах Подмосковья, а также в Рязанской и Ярославской областях. Луиза и Гязырян, Петр Пономаренко, телеканал ЛТВ.